Открытие новых родовища – это нарушение объема с добычи нафты. На передании своего 55-го года объединение «Беларусьнафта» запросило журналистов у пресс-тур по самых актуальных для предприемства плясовках региона. Об инновационных технологиях и новых родовищах – репортаж Марины Северьяновой. Едем в Лречицкий район. На этой территории бурение с ведровин отбывается кустовым методом. Что это значит? Выбирается плясовка, на которой распроцовывается одразу некольки с ведровин. Цікаво, что такие виды бурения в Беларуси распространяются только в 2014-м, когда была набитая специальная установка. Она находится у нас на рельсовых путях и позволяет после бурения первой скважины перемещаться по рельсам на расстояние до 27 метров для бурения следующей скважины без разбора. То есть мы экономим время на подготовительные и заключительные работы, на монтажно-демонтажные работы. И если цикл разбора и сбора данной буровой установки составляет до двух месяцев, то цикл перемещения скважины всего лишь три дня. То есть мы не теряем эти два месяца. Сберегается не только час экономии и на коммуникациях на проведении линии электроперодач. Например, на самом великом кусте на монтажно-демонтажных работах отрымалось изэкономить 14 месяцев. У грошовым вылечениях это 7 миллионов рублей. На этой плясовцы будут бурить 4 сведровины. Первую начали распроцовывать два тыдни тому. А наибуйнейший куст складается с 14. Например, газу, что добывается за 24 годины, хопить для забеспечения 2000 семей, у которых живут в шмат поверховках. Такие установки есть не только на Рыщицком, а и на Карташовском нафтовом родовищем. Отправляемся у Светлогорский район на сведровину Мармовицкой площади. Тут на плясовце разместился целый комплекс. Парк техники наличия около 21-ок. Журналистам демонстрируют инновационные технологии по сдобыче нафты. Одна из них – плагин ПЕРФ. Специалисты кажут, что часы так званой легкой нафты минули. В основном засталась тяжко доступная. Кап до ее добраться и потребны такие методики. Для сдобычи нафты геологи робят шматстадин гидроразрыв пласта. Эта технология отличается от всех остальных тем, что мы увеличиваем масштаб охвата продуктивной части. Закачиваем туда значительные объемы пропанта, жидкости разрыва. И тем самым получаем высокие дебиты по нефти. В 2020 году по данной новой технологии плагин ПЕРФ уже реализовано 8 объектов. Мы затронули как классические коллектора, так и активы трудноизвлекаемых запасов. У планах закупка новой техники реагентов, кап по технологии плагин ПЕРФ отримать якмага больше тяжко доступной нафты. Инновационная методика дозволяя экономить часы и гроши. Цикл освоения сведоровины отбывается нашмат худшей, чем традиционными способами. До 2025 года Беларусьнафта с технологией плагин ПЕРФ планует выйти на замежный рынок сервисных послуг. Наступная кропка пресс-тура – Хойницкий район. Все лето тут открыли новое родовище. На глубине 4200 метров отриманный приток нафты дебитом 20 тонн за сутки. Это легкая нафта доброй якости. Дарыши летостью Беларуси сдобыли на 20 тысяч тонн нафты больше в 2019-м. З уликом нового родовища все лето плановое сдобычное перевысить миллион семьсот тысяч тонн. В зоне особливого геологичного интереса – паудневая зона Припятского прогиба. В Лельчицком районе, например, до обурения первых пошуковых сведоровин, планыть приступить в 2023 году. Дальнейшим стратегия у нас – это переход на южную структурную зону Припятского прогиба. Это такие населенные пункты, как Лельчицы, Ельск, Наровля. В этой местности мы планируем на правом берегу реки Припяти выполнить 5,5 тысяч километров квадратных сейсмических работ, которые в перспективе, мы надеемся, принесут нам хорошую положительную динамику в приросте запасов и, самое главное, позволят нам стабилизировать и нарастить добычу нефти Республики Беларусь. Не глядяши на серьезный взросл, завтра объединение «Беларусь-нафта» означает 55-ти годы, планов на будущее у предприемства шмат. А в опыт, який тут назапашивают литерально что день, обовязково допоможа у их реализации. Барана Северьянова, Сергей Лукашук, телерадиокомпании Гомель, Зречицкого, Светлогорского и Хойницкого районов.